Как наши глаза стремятся к свету, так наше сердце и наша душа стремится к Богу, который и есть свет. Он сказал, я свет в миру, и кто последует за мной, тот никогда не будет входить во тьме. Вот почему так важно приходить ко Христу. Так важно слушать Его, исполнять Его евангельские заветы. Ведь об этом сказал не сам Христу. Об этом сегодняшнее торжество мы вспоминаем глаз Отца Небесного. В то время, когда Моисей и Илья беседовали со Христом, опустилось облако и осияло. И в это самое время глаз был с Небесного, глаз Отца Небесного, Который возгласил, сей из Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение, Его слушайте. Вот, оказывается, кого должны слушать мы? А мы иногда не слушаем Господа. У нас иногда нет времени даже почитать ему. Нет, когда время помолиться. Мы же так устаем. Мы набегаем за свои деньги. А когда с Господом и Сусом говорим? Когда к Свету Божьему приблизимся? Вот и помрачаемся мы и умом, и сердцем, и душой. Вот и кажется нам, что вокруг такой мрак, такая тьма. И кто-то говорит, не проглядная. Это говорит человек, который не просвещен Светом Евангельской Духи. Потому что человек, который просвещен Евангелием, Светом Сокрестом, просветившись, он действительно живет по Суне. Вот мне бы хотелось сегодня, чтобы, выходя из страны, мы просветились этим фаворским Светом, который во тьме светит. Вы слышите? Этот Свет, если вы приобретете в душе своей, будет кругом мрак, а в душе твоей будет Свет. Есть хорошее одно выражение. Один мудрый человек сказал, если увидишь, что вокруг дома твоего, погружается все во мрак и тьму, сожги в доме Свет. Вот какой важный совет в празднике воображения. Когда вы увидите, что все валится, все рушится, все топит, все крушится, все умирает, болеет, все во тьму погружается, во тьму, смерть мою, не бойся. Ведь это то, что сказал Христос ученикам сегодня на храме. Не бойтесь. Веруйте в Свету. И сынами Света будьте. Как бы хотелось всем нам с вами стать сынами. Не тьмы, не света. Вот это хотелось бы не только пожелать вам, но и, дорогие братья и сестры, попросить вас, чтобы вы молились об этом. Господь, просвети нас Светом, Разумом. Светом, Светом Евангелия, Светом Божественной Литургии Твоей, за которой повторяется, во свете Твоем, Свет, Свет Христов, просвещает всех, безразличных возрастов, социального положения. Тот, кто обретает этот свет, уже не будет во мраке жизни, он уже будет на земле во свете, и умирать такому человеку не страшно. Он знает, что на пороге не просто смерти, тьмы и гроба этого Царства, смерти. Он знает, что на пороге и вот тот свет, куда ушли уже те, которые в этом свете увидели смерть. Вот о каком Царстве говорил Христос, когда напоминал, что и стоящим здесь есть некоторые, которые уже не узрят смерти, но увидят Сына Человечества, грядущего во славе Своей. Апостолы увидели Его во славе. И исполнилось каждое слово Христа. Вот потому и исполнится им то слово, если мы искренне поверим Христу и пойдем за Ним, то, что Он сказал Своим ученикам и последователям. Истинно, истинно, говорю вам, если вы будите во мне, и Я приду вам в вас. И обитель в вас уходим. Вот эта важность, чтобы наш дом, наша душа стала обительюю дома для Господа, душой, которая приготовилась для встречи по свету. Вот, наверное, и есть смысл нашей с вами жизни. Преображение. Я поздравляю всех вас, дорогие, с этим замечательным праздником. И еще хочу напомнить об одной очень важной детали. Как важно увидеть во Христе свет. Как важно увидеть этот свет в самом себе. Ведь Христос и пришел для того, чтобы просветить всех и привести в разум истин. И когда ты радуешься, как радостно мне в этом свете ходить, огорчись. Потому что очень многие люди еще не узнали этого света и ходят во тьме. Не осуждая тех, которые еще не узнали этого света. Поделись этим светом, как в той детской песне. Поделись улыбкой своей. И она не раз пришла к тебе приносить. Делитесь этим светом верой, которой просветил вас, Христос. И этот свет вам возродится. Вот предназначение каждого верующего христианина на земле. Не только постоять рядом со светом Иисусом. И наполнить душу этим светом, божественной любви, травы, истинной. Но и понести этот свет в себе, и не сказать никому, это мой свет. Нет, Христос дал. Нет. Этот свет должен просветить всех, чтобы все разум истинно пришли. И так вот всегда с Господом. Вот какая задача у каждого, кто стоял сегодня на фагоре. Каждый, кто почувствовал сегодня этот свет преображения. Пусть несет этот свет тем, кто этого света не видел, не знает и не слышал о водовом храме, будет ни светлому Иисусу не молится. А когда узнает его, нельзя человеку однажды увидеть радость света, оставаться во мраке тьмы, не верить безбожией и смертью. Вот для этого и хотелось бы пожелать всем нам с вами, дорогие гради и сестры, праздник преображения Господа нашего Иисуса Христа.